О том, что коронавирус – смертельно опасная болезнь, знают все, но, к сожалению, не все достаточно серьезно относятся к мерам ее профилактики. Многие до сих пор сомневаются в необходимости вакцинации, которая позволит избежать трагических последствий. Героиня нашего следующего материала, жительница поселка совхозного Валентина Нисходимова, не успела вовремя сделать прививку. В результате оказалась на грани жизни и смерти. Поражение легких у нее составило более 80%. Около двух недель она дышала только с помощью кислородной маски. Сейчас Валентина Андреевна призывает всех не повторять ее печального опыта и вовремя сделать прививку. Вы знаете, как говорится, беду не ждешь, негаданно, нежданно. Она ко мне пришла в конце 20-го года, в начале 21-го. Ну, как обычно, чувствовала себя, ну, как температурка. Я дома летела, что одни таблеточки, то другие они. Все не проходила температура. Потом резко 39. Я пришла к ним на прием. Она обследовала меня и говорит, бабушка, это у вас коронавирус. Пошла на КД, а у меня уже 83% поражения легких. Низкая сатурация все. И сразу меня положили в больницу. Положили в больницу сразу под кислород. Я 11 дней лежала под кислородом, не общаясь ни с кем, ни с детками. Я думала, что, ну, как говорится, не все. Главное дело то, что ничего не болит. Ничего не болит, а дышать нечем. А дышать нечем, все. Задышка. Ну, я говорю, Дени Нос лежала под аппаратом, вот это кислородом дышала. И там я пролежала две недели, выписалась. Ну, потом еще дома продолжала лечение. И так вот выкарабкалась. Ну, я хочу что сказать. Вот всем, если кто-то будет смотреть, все. Только делать прививки. Только делать прививки. Пусть ничего не бояться, не страшно. Я проболела полгода. Прошло после болезни, я привилась. Детки мои привились. И вот даже Саша, сынок, переболел он тоже после прививки. Ну, в очень легкой форме. Болеет, но в очень легкой форме. Так вот советую, пусть, пусть все, кто боится, не боятся, а идут и делают прививки. И самое главное, выходить надо одевать маски. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...